Асташка вообще является просто провокатором на содержание. Этот человек, который там своей лакированной челочкой в Севастополе сверкал и блистал, и сделал себе какое-то имя, я прекрасно знаю, кто его содержал и кто за ним стоял, он смеет называть травимого, гонимого Павла Грудинина клубничным олигархом. Я был вчера у Павла Николаевича, он мне показывал там земляника, я прошу прощения, не клубника, конечно не клубника. Земляника, земляника, слово клубника, оно неправильное. Показывал мне земляничные поля и угостил совершенно восхитительной Круденецкой земляникой, восхитительной просто. Я, кстати, всех призываю приезжать в совхоз имени Ленина и покупать клубнику, потому что сегодня власть делает невероятно подлую вещь. Еще, вот я забыл, к Бондаренко, Ингалычевой и Платошко, но еще Грудинина. Они не дают разрешения на продажи вот этой вот потрясающей, огромной, вот такой вот сладчайшей клубники в Москве. Представляете, и тех с Фудсити оптовиков, которые всегда эту клубнику закупали, приглашают в Красногорск, правительство Московской области, их шантажируют, им угрожают и требуют, чтобы они не закупали грудининскую клубнику, чтобы она вся погибла, вся сгнила. А это клубника, которую вы и не пробовали даже. Я не рекламирую, я вам рассказываю. Не пробовали такое. Вот то, что мы покупаем здесь в Перекрестке, привезенное откуда-то издалека, это просто пластмасса по сравнению с тем, что вы можете попробовать в совхозе имени Ленина. Поэтому смотрите, у кого есть возможность, приезжайте в совхоз, звоните в совхоз и там договаривайтесь сами. Они будут душить до конца. И Осташка играет роль грязного, мерзотного клоуна в этом спектакле Травли Грудинина. Это подло, Руслан. То, что нас корабляет грузин и украинцев, это я не знал, честно скажу. Это уже двойная подлость, как говорится. У нас тут теперь нападать в составе толпы, да еще за деньги, на человека, которого и так бьют толпой, банды шпаны, там единороссы, Саблин, Воробьев губернатор, другие, понимаете, целый заговор рейдерский с целью уничтожения прекрасного совхоза, который я вчера видел своими глазами имени Ленина. А это гнусность, которой нет оправдания. Поэтому мое отношение к Осташкой именно такое. Если ты человек участвуешь в гнусности, то ты и есть просто гнусный человек, каких только свет носит. Продолжение следует...